Здравствуйте! В эфире специальный выпуск новостей в студии Марина Бали. Мы работаем в прямом эфире и расскажем о том, как в Удмуртии проходит единый день голосования. Наши корреспонденты работают на избирательных участках, причем самых необычных, и мы будем по мере готовности материалов сообщать вам новую информацию. Итак, сегодня страна выбирает новый парламент. В 8 утра в республике открылись 1203 избирательных участка. Накануне все они были проверены сотрудниками полиции. В Ижевске с кинологами в других городах и районах был обеспечен визуальный контроль. В Центральной избирательной комиссии республики надеются на активность избирателей. Ожидается, что 50% все же придут и проголосуют. Председатель ЦИК на первом брифинге озвучил явку на 10 часов утра по Ижевску. Индустриальный район явка 4,87, Устиновский 5,19, Ленинский район явка 3,84, в Октябрьском 4,83, в Первомайском 3,42. В Ижевске избирателям выдают по два бюллетеня. В Первом одномандатники, во Втором политические партии. В Удмуртии в выборах участвуют 14 партий и 15 кандидатов одномандатников. Кроме того, в республике сегодня выбирают и членов райсоветов, и советов поселений. И там избиратели получают по пять бюллетеней. В нынешнем году избирательные участки по всей территории Удмуртии открылись в одинаковое время. В 8 утра наша съемочная группа ждала первого избирателя вместе с членами комиссии в 25-м лице Ижевска. Открепительными удостоверениями у нас занимается комиссия во главе с Диной Рамилевной. Кто у вас там член? Все свои действия члены комиссии номер один Первомайского района, педагоги школы, уже выучили на зубок. Накануне ушли с участка поздно вечером, сегодня пришли в 7 утра. До 8 часов им надо подготовить для бюллетеней два стационарных ящика и три переносные урны. С ними пойдут к тем, кто не может самостоятельно попасть на участок. Подошли наблюдатели, значит можно все урны опечатать. Наблюдать в этой участковой комиссии заявилось три человека. Мы работаем уже достаточно долго. Комиссия у нас стабильная. Я сама являюсь руководителем этой избирательной участки с 2004 года. Точно так же работают большинство моих коллег. Поэтому закон мы гарантируем. А наша самая главная задача комиссии это обеспечить законность. Наблюдатели должны видеть и как гасят неиспользованные открепительные удостоверения. Их осталось 9 штук. Дина Соболина привычной рукой отхватывает им уголки. Молодая девушка тоже профессионал. Только в роли заместителя председателя комиссии четвертый год. Но признается, каждый раз день выборов для нее день особенный. Для нас, в первую очередь, для членов комиссии он очень ответственный. То есть мы сейчас работаем в команде и знаем, что должны друг друга не подвести. Волнительно. В любом случае. Не важно, что столько лет уже в комиссии проработали. Сегодня у этих лицейских педагогов самый длинный рабочий день в году. Примерно до часу ночи, пока не будут подсчитаны и переданы в территориальную комиссию все бюллетени. Ждут на участке почти 2000 человек. А первых избирателей оказалось сразу несколько. Алексей спешит на работу, но уверен проголосовать долг каждого. Я думаю, сегодня кто придет на голосы, ну на участки, в общем, на избирательные, ну мне кажется, каждый почувствует, что будет избирать свое будущее. Елена Галимулина, Василий Хохряков, телеканал «Майя Удмуртия». В Увинском районе на 10 часов утра проголосовало 9,34% избирателей. Там проводят сразу три выборные кампании. Жители выбирают своих представителей в Советы сельских поселений депутатов, в райсоветы и депутатов в Госдуму. Как нам сообщил наш спецкор в Уве, всего по району 439 кандидатов. В райсоветы баллотируется 154, в Советы поселений 289 человек. 166 из них – самовыдвиженцы. Наибольшее количество кандидатов в Совет депутатов муниципального образования «Каркалайская», далее муниципальное образование «Молгинская», «Красносельская» и «Удугучинская». В районе открылось 42 избирательных участка, работу ведут 43 избирательных комиссии. 27 избирательных участков открыты в Воткинском районе. Там тоже избиратели получают по пять бюллетеней. В самом Воткинске проходит до выборов в городскую думу. Вакант на одно депутатское кресло. При этом в Заречном районе города пройдут дополнительные выборы в Воткинскую городскую думу. На вакантное депутатское кресло по западному избирательному округу претендуют пять кандидатов. Это представители четырех парламентских партий и один самого движения. Свой выбор за партию и кандидаты еще утром сделал и глава Удмуртии. Александр Соловьев проголосовал на избирательном участке, расположенном в Удмуртском государственном университете. С подробностями Роман Вагинов. С самого утра на этот участок людей зазывают сельские артисты. С погодой ежевчанам повезло, прохладно, но без дождя. Возле школ и домов культуры, где разместились участки, наблюдается оживление. Люди приходят и по одному, и целыми семьями. Александр Соловьев в кабинке для голосования по скорости сегодня, пожалуй, поставил рекорд. Вот когда знаешь, для кого голосовать, быстро отмечаешь в кабине. Правда? Глава Удмуртии также рассказал, что участвует в выборах с 18 лет. И за это время ни одного голосования не пропустил. Важен каждый голос, каждое мнение, уверен Александр Соловьев. С каким чувством я прихожу? Вы знаете, это не то, что сказать отдать долг Родине. Это надо, наверное, высказать свое понимание и проголосовать за достойных людей. Я это сделал с большим удовольствием. Конечно, за развитие, за стабильность. Почему? Потому что эти две фразы, они не разделимы. Развитие и стабильность. Конечно, у каждого избирателя свое мнение, свой кандидат. Но все сходятся в одном. Республика и страна должны развиваться. Каким будет новый состав Государственной Думы, решается сегодня, в эти минуты. Вопросы развития промышленности, медицинского обслуживания, социальной сферы, по мнению ижевчан, самые важные на данном этапе. За развитием. Что именно за развитие? Чего? Всего. Всей жизни нашей, ну, в общем, промышленности. В общем, всего, всего, что нужно для человека и во имя человека. Иду, я хочу что-нибудь изменить в нашей стране, поэтому я как бы буду голосовать. За будущее наших детей, за стабильность, в первую очередь, конечно. Роман Вагинов, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». 1 миллион 200 тысяч человек в Удмуртии имеют право голоса и могут прийти на избирательные участки. Эту цифру назвал председатель Госсовета Владимир Невостроев. Он пришел голосовать в 93-й ижевскую школу, одним из первых. Явка здесь на нынешних выборах очень солидная. Люди идут активно, семьями. К полудню проголосовало почти 300 человек. Это хороший день, выходной день, праздничный, единый день голосования. И очень хотелось бы, чтобы с хорошим, добрым настроением пришли в избирательные участки и отдали свои голоса за нашу республику, за нашу Россию. Сегодня за будущее России голосуют и на необычных избирательных участках. Один из таких находится в Ижевске, в следственном изоляторе номер один. Контролировали ход голосования там лично председатель республиканской ЦИК и уполномоченный по правам человека в Удмуртии. Елена Буховская посмотрела, как отдают голос арестанты. Голосование на выборах – одно из главных событий избирательного процесса. Ижевск, 9 часов утра, следственный изолятор номер один. Сегодня, в единый день голосования, здесь тоже делают свой выбор. О том, как проходит голосование в СИЗО, лично инспектируют председатель удмуртского ЦИКа Виктор Кушко и уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников. Говорят, пришли, чтобы проконтролировать обычный избирательный процесс в необычном учреждении. В небольшой комнатке в ученическом классе два переносных ящика для голосования, отдельные зашторенные кабинки, информационные стенды и прошитые избирательные списки. По закону в политической жизни страны участвуют только те, кто имеет право голосовать. Таких в СИЗО около 300 человек. Это те люди, в отношении которых судебный приговор еще не вступил в силу. Здесь содержится специфическая категория граждан Российской Федерации, на которых наложено определенное ограничение. Но главное, я считаю, политическое право, это активное избирательное право. За ними осталось и руководство Управления Федеральной службы и исполнение наказания в Удмуртской республике, и члены участковой комиссии сделали все возможное, чтобы это право было реализовано даже в таких условиях. Галочка ставится напротив выбранного кандидата или партии. Проходите по одному, получаете, расписывайтесь. Правила голосования подсказывают сотрудники Ижевского СИЗО. Люди в форме тоже контролируют выборный процесс. Голосование покамерное. Избиратели небольшими группами приводят под конвоем на голосование несколько минут. Выводится подозреваемое, обвиняемое и осужденное доступление приговора в законную силу покамерно. Значит, содержатся они у нас покамерно, согласно федеральному законодательству, в отдельности, согласно своего правового статуса. После голосования, а голосуют по, мы их приводим по, примерно, по три человека, значит, после голосования они выдворяются в свои же камеры. Сейчас в Удмуртии открыто 1203 избирательных участка. 22 из них в местах временного содержания. Елена Абуховская, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Жители самого знаменитого села в Удмуртии Бураново активно принимают участие в выборах. На избирательный участок пришли и те самые бабушки. Проголосовали, а потом еще и спели. Светлана Буланова посмотрела и послушала. Так переливчато и звонко началось сегодняшнее утро в Бураново. Утренних забот у Галины Николаевны Коневой непочатый край. Первым делом нужно накормить главного сторожа, шарика, котов, многочисленное семейство кур, петухов и козу. Нужно все успеть и на участок. Сегодня на избирательный. Выборы – это всегда большой праздник, рассказывает Галина Николаевна. Раньше голосовать ходили всей семьей. Женщины надевали свои самые нарядные платья, мужчины – белые рубашки. Я не знаю про молодежь, как они ходят нынче. А пожилой народ идет. Они знают, что на выборы надо идти, надо выбрать, чтобы достойно жить. В Бурановский избирательный участок в школе в 8.30 практически весь звездный состав фольклорного коллектива самых знаменитых бабушек в России пришел на голосование. Выбрав своего кандидата, бабушки на участке решили задержаться и по случаю особого дня порадовать избирателей и членов избирательной комиссии. Мы желаем, чтобы у вас работа сегодня шла на отлично, чтобы все прошло хорошо. Мы с молодой любили выборы. И с таким большим желанием пришли сегодня. Жители Буранова, а сегодня здесь ждут более 500 человек, всегда активно участвуют на выборах, говорят члены избирательной комиссии. Потому как люди знают, от их сегодняшнего выбора зависит будущее всей России. Чтобы жизнь хорошая была, чтобы мы в старости доживали при хорошей жизни. Плохое мы видели уже с самого детства, как родились. А сейчас мы хорошо живем. И чтобы эта жизнь не была нарушена. Пока ничего живется, но еще лучше надо. Поля, чтобы все селить. Проголосовав, бабушки ненадолго разошлись по домам, а в 11 часов дня они снова соберутся в клубе на концерте. Кстати, среди зрителей будут, говорят, и гости из Германии. Иностранцы специально приехали, чтобы пообщаться с бабушками. Не одними выборами живет сегодня столица Удмуртии. Проголосовав на избирательных участках, тысячи ежевчан дружно отправились на рыжий фестиваль. Он 13-й по счету, но эта цифра никого не смущает. Как всегда в программе фестиваля десятки увлекательных конкурсов, акций и мастер-классов. Главные творческие рыжие площадки расположились в парке космонавтов и на центральной площади. Это фестиваль чего-то нового, яркого, интересного, необычного. И все это мы смогли увидеть на городских площадках и в целом по территории города. Но самое главное, это фестиваль, это праздник хорошего настроения. И по тем улыбкам, которые мы видим на лицах наших ежевчан, можно однозначно сказать, праздник удался. Главным условием участия в празднике является наличие в образе оранжевого цвета. В эти минуты на центральной площади начинается велопарад «Рыжие на колесах», а ближе к вечеру станет известна победительница конкурса «Рыжая красавица». Завершится фестиваль грандиозной этнодискотекой. Следующий спецвыпуск на нашем канале смотрите в 18.40. Там свежие данные по явке, новые сюжеты из районов. Покажем, как проходит голосование на дому и в родильном доме. Еще раз напоминаю, избирательные участки сегодня работают до 8 часов вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова